Считанные дни остались до одного из самых любимых россиянами праздника Нового года. Уже в этот четверг миллионы семей по всей стране соберутся за праздничным столом и под бой курантов загадают свои заветные желания. Безусловно, уходящий 2020-й выдался одним из наиболее непростых за последние несколько десятилетий. Разразившаяся пандемия коронавируса наложила отпечаток практически на все сферы нашей жизни. И, разумеется, скорректировала планы жителей Тверской области на празднование Нового года. Как с учетом всех требований и ограничений собираются проводить новогодние праздники тверичане? Об этом в материале Никиты Васильева. Празднование Нового 2021 года, как и все в минувшие 12 месяцев, станет одним из самых непривычных за очень долгое время. Большинство праздничных мероприятий отменены или будут проводиться в режиме онлайн. Традиционных новогодних гуляний в большинстве регионов не будет. А власти Санкт-Петербурга, например, и вовсе отменили все развлекательные мероприятия и серьезно ограничили работу ресторанов и других точек общественного питания в преддверии 31 декабря. В Тверской области, рассказал глава региона Игорь Рудени, эпидемиологическая обстановка находится под контролем и позволяет не вводить дополнительные ограничения на Новый год и препятствовать работе мест с массовым пребыванием людей. У нас практически нет нареканий на работу нашего общепита и кафе, поэтому если так будет дальше обстановка складываться, на должном расстоянии находятся столы, стулья, посетители находятся на социальной дистанции, группа посетителей от других групп посетителей. И мы пока таких жестких ограничений вводить не планируем. Тем не менее, дабы не испортить Новый год самим себе, важно не терять бдительность и помнить обо всех санитарно-эпидемиологических требованиях, предписанных Роспотребнадзором. За этот год они, что называется, могли набить оскомину. Тем не менее, ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств — все это по-прежнему остается актуальным, в том числе и в грядущие праздники. Ну а главный принцип, которого в новогоднюю ночь и в последующие 10 выходных дней должен придерживаться каждый — по возможности оставаться дома. И как показал экспресс-опрос нашего телеканала, именно в семейном кругу дома с родными и близкими намерены провести каникулярное время большинство жителей областной столицы. Какие планы на новогоднюю ночь и на последующие праздничные дни? И как планируешь встречать, проводить Новый год? Дома буду с детьми, с мужем, никуда не поедем. Мы живем за городом, так что будем там проводить. А не поедете почему? Потому что опасаетесь... Да, опасаемся, и чтобы ничего не подцепить, будем лучше дома находиться. Никаких особо планов дома быть с родными. Быть дома? Куда-то пойдете? Может, на какие-то массовые мероприятия? Концерт? Нет, никаких. Дома, в кругу семьи, как всегда. Нормально все будет, хорошо. Отдыхать будем вместе с семьей. С унуками. С унучкой. Будем ее поздравлять, желать всего хорошего. Посещение каких-то массовых мероприятий, концерта, что-нибудь планируете? Нет. Свежий воздух, дача, игры, санки. Мы всегда дома встречаем, у нас большая семья, собираемся постоянно дома, приходим друг к другу в гости, так же и в этом году. За город куда-то будем уезжать, отдыхать активно. Лыжи, коньки, кататься с горки и так далее. В кругу семьи, естественно, Новый год. Ко мне внук из Санкт-Петербурга приехал. Будем все праздники с ним гулять, мероприятия сейчас посещать себе дороже, скажем так, не очень рентабельно, в плане здоровья внука. Поэтому будем так гулять с ним. Никаких массовых мероприятий, только вот чисто в кругу семьи отметить Новый год, больше ничего. Так особо как бы не хожу никуда, но в храме богослужения будет, но в семье друзей с родными, близкими посидеть, конечно, да и все. Но если пребывание дома в течение продолжительных новогодних праздников вам наскучит, ответственного отнеситесь к походу в кинотеатр, в музей или на выставку. Пользуйтесь, как уже было сказано выше, средствами индивидуальной защиты. Обращайте внимание на рекомендуемый график посещения мест с массовым пребыванием людей. Строго придерживайтесь плана рассадки, если речь идет о зрительных залах. Если говорить об обработке зала, то у нас приобретено специальное оборудование, которое дезинфицирует воздух. Если говорить о правилах посещения, то зрители приходят в зрительный зал в масках. Что касается продажи билетов, она также осуществляется с соблюдением дистанции. Также серьезно подходит к безопасности посетителей в Тверской областной картиной галереи. Как рассказали представители администрации культурно-досугового учреждения, в новогодние праздники гостям галереи будет на что посмотреть, не опасаясь за свое здоровье. В Тверской областной картиной галереи сейчас открыты несколько новых выставок. В общем-то и сама постоянная экспозиция дворца очень интересна. Если мы говорим о приеме туристических групп или групп частных посетителей, то у нас есть ограничения не более 10 человек в одной группе. Нужно сказать о том, что, конечно же, запись уже большая. Уже все те, кто хотели забронировать время, забронировали. У нас расписан каждый час. Конечно же, обязательные условия — это маска. Обязательные условия — это измерение температуры. Словом, даже в нынешнее непростое время можно провести новогодние праздники интересно для себя и безопасно для своего здоровья. Для этого важно не терять бдительность и не забывать об элементарных правилах санитарно-эпидемиологической безопасности и, по возможности, лишний раз не выходить из дома. Тем более, что именно Новый год для русского человека — тот праздник, который в первую очередь нужно встречать дома в кругу своей семьи.